Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Марка по тексту Островской Библии 1581 года. И сегодня мы будем читать седьмую главу этого Евангелия. И зачало 37-й у нас продолжается. «И собравшись к нему фарисеи, и нетцы от книжник, пришедшие от Иерусалима, и видевшие некие от ученик его нечистыми руками сречь неумовенными, ядущие хлебы, ругахуся. Фарисеи, бо, все иудеи, аши не трыющие, умывают рук, не едят, держащие предания старец, и от тожещие аши не покуплются, не едят, и намного суть, я же прияще держати погружение скляницам и чваном, и котлом, и одром». Здесь мы видим, что фарисеи и некоторые книжники увидели, что ученики Иисуса Христа принимали пищу, не совершив омовения рук. А у иудеев были строгие правила на основании преданий старцев, то есть на основании массоры, что нельзя не омывать рук, если ты приходишь с торжища, просто приходишь с улицы, и надо не только омывать руки, надо совершать погружение посуды в воду, погружение скляницам и чваном, и котлом, и одром. То есть все надо омывать, приводить в порядок. И они как бы против той практики, которая среди апостолов. Но разве плохо то, что человек, придя домой, с улицы, с рынка, с базара, с торжища, омывает руки? Ничего плохого в этом нет. Иудеи считали, что если человек был на торжище, на улице, то у него на руках бесы, шеттим. Шеттим — это косматые. И надо обязательно мыть руки, чтобы эти шеттим, косматые бесы отскочили от наших рук. Собственно говоря, ничего плохого в гигиене нет. Но иудеи не понимали одну очевидную вещь. Там, где Господь, там нету места дьяволу. Там нету места шеттим, вот этим бесам. Ибо где Господь, там свобода от власти греха, от власти дьявола и от власти страха смерти. То есть тот человек, который в общении с Господом, это как бы уже он посажен на мессианском пире. Потом же вопрошаху его фарисеи и книжницы, «Почто ученицы твои не ходят по преданию старец, но неумовенными руками едят хлеб, он же отвечав рече им, яко добре пророчество ва Исайя о вас лицемерях, яко же ес писана, сии люди уст нами мя чтут, сердце же их далече отстоит от мяне, суи же чтут мя, учаше учения заповеди человеческие. Оставший бы заповедь Божию держите предания человеческие». Здесь Христос выговаривает этим людям словами Божьими, которые уже прозвучали через пророка Исайю. «Крещение чванам и склянницам». Что значит крещение? Погружение. Христос как бы говорит, «Вы омываете чаны, склянницы, сосуды, и иноподобно такова много творите, и глаголы шии, добре отметаете заповедь Божию, да предание ваше соблюдете». О чем это? Ничего плохого нету в том, что люди мыли посуду. Ничего плохого нету в том, что люди, придя с улицы, мыли руки. Но они думали, что таким образом они становятся чистыми. Причем в таком абсолютном смысле. Но если человек вымыл руки, это не значит, что он очистил свое сердце. Если он погрузил воду, чашки, стаканы, миски, чаны, это не значит, что все стало святым и благоухающим. Преступность греха воняет в жизни каждого грешника. Грех – это смрад, и человек не знает на самом деле, что такое очищение от Бога. Проблема этих людей не в том, что они омывали руки, омывали посуду, а в том, что, делая это, они не заботились об очищении своего сердца, своей души. Поэтому Христос и говорит в Нагорной проповеди, «Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников-фарисеев, вы не войдете в Царствие Небесное, так как туда не вошли и книжники-фарисеи». То есть исполняйте не только внешнюю сторону, но и внутреннее содержание. Всегда о нем помните, никогда о нем не забывайте. «Моисей бо рече, чти отца твоего и матери твою, и иже злословит отца или матери смертью да умрет. Вы же глаголите, аше речет человек отцу или матери корван, ежи ес дар, и же аше, от меня пользовал еси». Здесь Христос приводит пример. Дети должны заботиться о своих родителях. «Моисей записал волю Бога, чти отца твоего и матери твою». А каким образом некоторые иудеи игнорировали эту заповедь? Когда родители приходили к ним, например, в день сбора урожая, чтобы получить какую-то помощь от них, некоторые иудеи говорили «карван», то есть вот это мое, а это я посвятил на храм. Вам ничего не осталось, извините. Это было недопустимо. «И не к тому оставляете его, не чесоже сотворите отцу своему или матери своей приступающее слово Божие предалием вашим». То есть, действуя так, они заповедь Божию принижали и выше ставили предание этих старцев. «Массора на оси». Это было недопустимо, потому что заповедь святая, закон свят, как пишет апостол Павел в послании к римлянам. И никто не имеет права игнорировать волю Бога, особенно изложенную в декологии Моисеева закона в Десятисловии. «И подобно такова много творите». Здесь Христос указывает на то, что в других случаях они как-то так изворачивались, что, посвящая какие-то вещи Богу на храм, они освобождали себя от необходимости, от обязанности помогать родителям. «И призвав весь народ, его тело, ежи может осквернить и его». То есть, а как он осквернится через пищу? Ест он там умытыми руками или неумытыми руками? А как он осквернится? Да, это неправильно, конечно, есть неумытыми руками, но это не касается души. Далее Христос говорит. «Но исходящее от него», то есть, не входящее в человека, а скверняет его, а то, что исходит от человека, та суть, скверняшая от человека, то есть, наши действия, наши слова, то, что исходит от нас. «Аши кто имать уши, слышите, да слышат». Обычно вот эта формулировка «кто имеет уши, слышит, да слышит», она употребляется тогда, когда надо подчеркнуть значимость того, о чем было сказано. «Игда вниде в дом от народа», то есть, когда Христос вошел в дом, оставив народ, «вопрошах у его ученицы его о притче и глагола им, таколи и вы неразумливиесте, неразумейте ли, яко все, еже извну, входимое в человека», то есть, то, что входит в человека извне, «не может осквернить и его». «Не может осквернить и его». Яко не входит ему в сердце. Кстати, вот синодальный перевод не передает эту точность, так как это не входит в его сердце, там, кусок колбасы, а как он проникнет в тое сердце, в тою душу. Но в очрево, то есть, эта пища входит в очрево, и афедроном, то есть, через опорожнение кишечника, исходит, и афедроном исходит, истребляя всеображно, то есть, все непотребное. Организм принимает от пищи то, что можно принять, а все, что нет, это все очищается, выходит. «Из ютор убу, из ютор уду, то есть, из внутрь членов, бо сердца человека, то есть, то, что исходит, помышления зла исходят, ютор-то из внутри, из внутри. А что же исходит из нашего сердца? Прелюбодеяния, любодеяния, убийства, татьбы, лихаимства, обиды, лукавствия, лесть, студодеяния, око лукаво, хула, гордыни, безумства, вся сия злая, из утр, то есть, из внутрь, исходят и сквернят человека». То есть, не то, что входит в нас, на это надо обращать внимание, а надо обращать внимание на то, что исходит от нас. Почему так сказано о нашем сердце? Потому что в результате грехопадения наш чувственный аппарат пострадал самым страшным образом. Самым страшным образом. Мир чувств – это тот чувств, который настолько деформировался в результате грехопадения, что если мы будем вводимы нашими чувствами, ничего хорошего не будет происходить. И апостол Павел понимал, что даже в религиозной жизни нельзя руководствоваться чувствами, даже если ты считаешь, что это религиозные чувства, а надо контролировать их умом. Поэтому Павел говорит, что же делать? Проблема наличествует. И отвечает. Буду петь духом в подъеме чувств. Буду петь и умом контролировать и сдерживать чувства. Буду молиться духом в сердечное, духовное горение перед Богом. Буду молиться и умом контролировать, чтобы чувства не перехлёстывали. И в православном понимании аскет погружает свой ум в своё сердце и контролирует движение всякого чувства. «И оттуда восстав, иди в пределы Тирске и Сидонске и вшед в дом никого же хотяше, дабы его чул и не може утаитися, слышавше божьи 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 о нем то есть Господь зашёл в дом и он как бы хотел, чтобы он там находился один, скорее всего, он так делает для молитвы. «И не може утаитися, слышавше божьи на о нем то есть некая жена, и я же тщи и мяше дух нечист её дочка была бесноватой пришедше при паде к ногам и его она пала перед ним на колени жена же бе эллинска с Рафаниса родом в русском тексте нет указания на эллинское происхождение там просто это хананьянка моляше его до беса и жденет из чери и я то есть до беса прогонит и жденет то есть как бы выдернет вытащит из чери я Иисус же рече ей остави то есть он как бы не соглашается пойти навстречу этой проблеме да первие насытится чада то есть сначала надо накормить детей не не сбо добро от я те хлеба чадом забрать хлеб у детей и повер же псом и бросить псам псами называются язычники псы гоим и мы видим когда Давид идет на единоборство с Голиафом он тоже называет его Гоим пёс необрезанный говорит Давид Голиаф и вот эта женщина слышит эти слова которые она может воспринять как грубые как она себя поведет она же отвечавшая глагола ему ей Господи она как бы говорит да Господи я знаю у нас жизнь собачья ничего хорошего нету в этом языческом мире ей Господи и добавляет ибо и пси под трапезою едят от крупиц детей а собаки тоже едят крохи которые падают со стол царских детей и речей за сие слово иди изыди бес из череп твоя Христос говорит что за сие слово то есть этим словом ты уже изгнала беса почему он так говорит потому что сказано Бог гордым противится смиренно дает благодать Господь испытывал сердце этой женщины и вот эта грубость по отношению к ней такая внешняя грубость это было правило которое было принято в еврейском народе того времени именно так себя вести если к вам обращается нееврей например было такое жесткое правило если приходит в синагогу или в храм нееврей и он говорит я хочу принять еврейскую веру как должны себя повести евреи иудеи они должны в грубой форме его прогнать наговорить ему грубых слов но если потом он вернется и опять попросит что он хочет принять веру Авраама Исаака Якова они еще должны ему выговорить строго прогнать его а если он потом опять приходит они должны начать спокойно его отговаривать они могут ему рассказать что от нееврея требуется чтобы он исполнял только законы Ноя законы Ноаха сколько там 10 7 7 митцвод 7 заповедей Ноя а если ты примешь иудаизм там 613 митцвод 613 заповедей зачем тебе это надо это же головная боль Но если он скажет нет я хочу они имели право спросить а зачем Если он скажет я хочу тусоваться с верующими вас Господь благословляет у вас так много всего есть они его должны прогнать и больше никогда не принимать Но если он скажет я вижу как мир ненавидит вас я вижу как мир гоняет и преследует вас я хочу с вами разделить вашу судьбу тогда он становится гером то есть пришельцем который переходит в иудаизм в качестве празелита поэтому это не просто решение Христа повести себя так это общая тенденция это общие правила если хотите которое бытовало в то время надо проверить человека надо убедиться в том что это искреннее его обращение к тебе поэтому он не действует грубо в смысле грубости он действует так это как бы стратегия миссионерского поведения как надо действовать в этой ситуации чтобы отличить подлинное чувство от подделки под подлинное чувство и речей за сие слово иди изыди без из чери твоя и шедше в дом свой обрите без и шедш и чери лежащую на дре и паки и шедший Иисус от пределов Тивск и Сидонск преди на море Галилейска между пределы Дикапольски и приведоша к нему глуха Гугнива то есть глухого и немого и маляху его да возложит нань руку и поем его от народа единого то есть Христос берет этого глухонемого отводит в сторону вложи персты своя во уши его и плюнув косну его в язык и возрев на небо воздохну и глагола ему эфафа ежи разверзися разверзися и аби разверзостася слуха его и разрешися юза языка его то есть эти узы немоты глухоты покинули этого человека и глагол и все право и он начал говорить правильно и запрети им да никому же поведеть елику же им той запрещаше то есть сколько бы он не запрещал им говорить пачи то есть они еще больше эзлиха то есть сверхмеры проповедуху он запрещает они еще больше говорят о нем и призлиха девляхуся глаголюще добре все творит и все начинают говорить о нем и глухие творит слышите и немые глаголы действительно люди простые люди особенно те которые соприкасались с действиями Христа они не могли ничего возражать против него они могли только констатировать что все что он делает это добрый есть и полезно итак сегодня мы с вами окончили изучение седьмой главы Евангелия от Марха от Марка и чтобы вам не пропускать следующие беседы подпишитесь на библейский сайт экзегет чтобы вы вовремя получали информацию об очередной беседе и мы могли бы общаться с вами вокруг этого священного текста и далее спасибо всех Господь подпишитесь Продолжение следует...